Третий бой! Полулегкий вес! И в синий угол октагона приглашается боец из Таджикистана, Амрали Сайдашуров! Итак, следующий поединок. Амрали Сайдашуров против Ильи Варварского. Амрали на ваших экранах. Из Таджикистана. 7 побед, 4 поражения, его профессиональный рекорд. Ему 30 лет. Представляет клуб Moscow Puncher Team. Кандидат в мастера спорта по боевому самбо. Многократный чемпион Москвы по панкратиону и кикбоксингу. Дебютировал Амралием Сайдашуров в 2016 году. Первые два поединка выиграл. Затем уступил Хизри Абдулаеву, попавшись на армбар. Это произошло в 2017 году. После этого победы стали сменять поражение. Правда, в 2019 году Амрали не проиграл ни одного поединка, одержав три победы подряд. Эта серия прервалась поражением от Сеймура Рзаева. Техническим нокаутом в первом раунде проиграл тогда Амралием. Последний поединок Сайдашуров провел в декабре 2020 года, когда победил единогласным решением Игоря Рахно. Что касается его стиля, он любит порубиться в стойке, активно идет в атаку, прессингует оппонентов, проводит тейкдаун, контролирует соперника на конвасе и работает в граунд-энд-паунд. В красный угол октагона приглашается его соперник из России. Илья по прозвищу Варвар Варварский! Илья Варварский. Вот он, 27-летний боец из Калуги, естественно, по прозвищу Варвар. 6 лет Илья выступает в качестве профессионального бойца ММА. В его насыщенной карьере 9 досрочных финишей. В 2020 году Илья провел 4 боя. Один из своих последних боев Илья провел против Александра Грозина в Екатеринбурге, однако в нем он уступил решением. А до этого было 2 ничейных результата подряд. Большая редкость на самом деле. Обе встречи прошли под эгидой ММА-серии. С точки зрения стиля Варварский больше тяготеет к работе в стойке и 7 побед на акаутами ярко это иллюстрирует. Есть еще и 2 победы приемами, так что если Илья выигрывает, то делает это, как правило, досрочно. А вот все поражения были исключительно решениями. В том числе и в поединке с Абдурахманом Гитиновасовым. Причем решение тогда было раздельным. В любом случае, эту неудачу Илья закрыл уверенной победой над Нуржигитом Караевым в мае прошлого года. А потом была опять ничья. На этот раз с Шахмаром Садыговым. Последний поединок Илья выиграл решением у Вячеслава Гераскина. Всего 12 побед, 5 поражений и аж 4 ничейных результата. Представляет клуб Спарта из Калуги и команду Рубоксинг. Сегодня седьмой бой в ММА-серии. Представляю вам бойца Синего угла. Он из Таджикистана. Ему 30 лет. Рост 173 сантиметра. Вес 66,7 килограмма. Представляет Moscow Puncher Team. Он кандидат в мастера спорта по боевому самбо. Многократный чемпион у вас по панкратионному кикбоксингу. Его профессиональный рекорд. 7 побед. 4 поражения обрали Сайда Шуров. Его соперник боец в красном углу. Ему 27 лет. Рост 174 сантиметра. Вес 67,5 килограмма. Из Калуги представляет клуб Рубоксинг. Из Спарта. Мастер спорта по универсальному бою. Его профессиональный рекорд. 21 бой. 12 побед. 5 поражений. 4 ничьих. Илья Варвар. Варварский. Реферим октагоне Павел Асокин. Итак, Амролис Ида Шуров против Ильи Варварского. Крайне интересное противостояние в полулегкой весовой категории. 3 раунда по 5 минут. Смотрим. В красном углу Илья. Амроли, соответственно, в синем. И очень хороший темп в самом начале. Да, в своем стиле Амроли начинает работать. Идет в атаку, поджимает соперника. Прессингует его. И, скорее всего, будет искать момент для проведения тейкдауна. После того, как прочувствует оппонента в стойке. Варварский как раз с дистанцией пытается атаковать. И неплохо выбросил колено в прыжке. Здесь же лоу-кик есть возможность добить. Попадает и будет заходить в борьбу с атакой. Пока можно отбивать ноги. Чем пользуется Илья. Нет, все-таки поднимается Сайдашуров. Хороший боковой удар получилось провести. И задел здесь Амроли. Пошел вперед. Неплохая атака. Прижимается Варварский к сопернику. Видимо, был Илья потрясен немного. И начинает орудовать в гарде Сайдашуров. И это его стихия. Граунд энд паунд. То, что он очень любит. Полон решимости Сайдашуров все закончит здесь и сейчас. Энергию не экономит. Локоть попал. Хорошее давление. Как будет выбираться Варварский из этого положения? Пытается освободиться сейчас. Освободиться из захвата. Таз вывести как следует не получается. Отбросить соперника тоже. Опереться на сетку. Так же не выходит. Поносит один удар. Амрали Сайдашуров. Но грамотно защищается Илья. Да, и Амрали пока не пытается перейти в хавгард или маунт. Его вполне все устраивает. И в этой позиции скрутился почти в креветку уже Варварский. Но нет, отбросить соперника не удается. А если от сетки? Здорово! Вот это ролл в исполнении Варвара. Что дальше? Ноги он заправил и сразу же переходит к удушающему приему. Айда Илья! Да, но пока мы видим, что вот сейчас только первая попытка задушить. Вставляет руку под подбородок. И там как раз помогает себе тем самым подбородком Сайдашуров. Растягивает соперника. Замок на пояснице. Закрепляется великолепно. Еще одна попытка. И нужно руку опустить чуть ниже. Не получается. Вырывается Сайдашуров. У него и шанс развернуться. Но нет, полный маунт. Как быстро все меняется в этом поединке. Можно бить. Тут же отдает спину. Сейчас Амрали Сайдашуров. Снова пытается закрепиться Илья Варварский. В этом положении. Из-за спины. И там мощнейшая, кстати говоря, группа поддержки у Амрали Сайдашурова. Который гонит его вперед. Но ему сейчас приходится ой как тяжело. И Илья Илья тоже скандирует. Смотрим. Еще одна попытка. Просовывает, да, одну руку. Но тут же разворачивается Амрали Сайдашуров. Он понимает, как нужно защищаться. Это довольно частая ситуация. Когда спортсмен, находящийся снизу и в маунте, не хочет оказаться. И спину отдавать тоже не желает. И остается на боку. И на самом деле, кажется, дела плохи. Но это часто приносит свой результат. Ну что ж. И вот меняется позиция. Сверху оказывается Амрали. Теперь его время. Что он сделает? Пытается подняться Варварский. Упирается на колено. Чуть больше минуты. Очень содержательный первый раунд у нас с вами получается. Поднимаются. Поднимаются. В стойку. Тут же стягивает вниз. Амрали Сайдашуров оппонента. Илья снова пытается развернуться. У него это получается. Локоть запускает. Несколько раз. Вновь поднимается. Боится с красного угла. И здесь шанс. Апкик. Еще на попадание. Как жестко пробил Варварский. 30 секунд с небольшим. Колено по корпусу. Невероятно интенсивный раунд. Мы с вами наблюдаем, друзья. А по точным ударам-то 13-13. 26-25 по выброшенным. Действительно, ничего еще не ясно. И каждый был на волоске от поражения. Но дважды, минимум дважды, все-таки в этом положении оказывался Сайдашуров. И сейчас пошли удары добивающие. 10 секунд вкладывается Варварский. Пассивная оборона. Что сделает рефери? Все. Все. Рефери останавливает бой. Вот так. Буквально за несколько секунд до конца. За 2-3 секунды. И здесь негодует публика, которая переживала именно за Амрали. Но у бойцов из Таджикистана всегда максимально горячая поддержка. Но все-таки Илья Варварский опять выигрывает. Опять досрочно. 13-я победа в карьере. Пожалуй, пока лучшее противостояние сегодняшнего турнира Амралиса Идашуров, Илья Варварский. Если бы раздавали бонусы за выступление, я думаю, что эти парни его точно заслужили. Но впереди еще большая программа. Безусловно. Безусловно. Я имею в виду на данный момент. Здорово, здорово. Все получилось у Ильи. Серия из трех побед. Седьмой бой в МВА серии. Да, с точки зрения правил, конечно, рефери делал все правильно. Он видел, что соперник не защищается. Вернее, это пассивная защита. Тут два момента. Пассивная оборона с одной стороны. И именно темп атаки со стороны Ильи. Он был очень высоким. мощь ударов. Но, с другой стороны, было время, которое оставалось до конца. И всего там несколько секунд. Думаю, что оба бойца заслужили ваши аплодисменты. Сегодня сюда выходят настоящие гладиаторы и бьются до последнего. Этот поединок продлился 4 минуты 55 секунд. Победу техническим нокаутом одержал боец красного угла Илья Варварский. И обратите внимание, уважаемые зрители, у нас третий бой мейнкарда и все три поединка закончились на последней минуте в дебютном отрезке. Совпадение? Не думаю. Кто знает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова